Всем привет, в этом видео я покажу как перенести файлы с Android телефона на компьютер и обратно. Как перенести ваши фото, видео и другие файлы со смартфона на ПК, по USB кабелю, Bluetooth, Wi-Fi, через интернет, а также с помощью microSD и USB накопителя. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Довольно часто возникает ситуация, когда нужно перенести файлы с телефона на компьютер или обратно. Например, вы фотографируете или снимаете видео смартфоном, файлы копятся и занимают много памяти. Гораздо удобнее будет хранить такие файлы на компьютере или же наоборот, на компьютере есть интересный фильм или музыка и вы хотите посмотреть его в дороге. В таком случае вам понадобится перенести их на телефон или планшет. Если у вас возникла такая необходимость, далее в видео я покажу как проще это сделать. Практически любая современная операционная система позволит вам без проблем подключить Android устройство в качестве накопителя и вы сможете перенести файлы со своего смартфона на компьютер. Есть множество способов как это сделать через USB кабель, по Bluetooth, Wi-Fi, через интернет, с помощью карты памяти и даже USB накопителя. Итак, давайте разберем каждый из этих способов. Для первого способа переноса файлов с телефона на компьютер вам понадобится USB кабель. Такой кабель идет в комплекте с телефоном. Это кабель, который используется для зарядки. Соедините смартфон и ПК с помощью этого кабеля. На гаджете в зависимости от настроек выведите сообщение, в моем случае это зарядка через USB. Чтобы открыть дополнительные параметры нужно нажать на это сообщение. Здесь можно выбрать один из следующих режимов. Зарядка устройства, передача файлов и передача фото. Выбираем режим передачи файлов, после чего телефон должен появиться в проводнике. Если этого не произошло, попробуйте выбрать другой режим. Если же смартфон не отображается в проводнике, откройте диспетчер устройств. Кликните по неопознанному устройству правой кнопкой мыши и выберите обновить драйвер. Выполните поиск драйверов на этом компьютере. Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере. Здесь ищем переносные устройства. Отмечаем стандартное MTP устройство и USB устройство MTP. Далее да. После телефон должен появиться в проводнике. Открываем мой компьютер и здесь видим наше устройство с названием его модель. Если у вас в телефоне установлена карта памяти, у вас здесь будет два накопителя память устройства и SD карта. Открываем тот на котором находятся файлы для переноса. Переходим по нужному пути и просто копируем все файлы на компьютер. Если же вы не знаете где искать файлы, давайте разберем где они находятся. Фото или видео обычно размещены в папках DCIM, Camera или Download. Эти папки могут быть как на телефоне, так и на SD карте. Если вы знаете название файла, хотя бы частично, можете попытаться их найти, нажав клавишу F3 и вписав сюда название. Если вы правильно указали имя, скорее всего вы увидите нужный вам файл. Вот и все, теперь вы можете копировать любую нужную информацию с телефона на компьютер и обратно. Следующий способ переноса файлов по Bluetooth. Для переноса файлов по Bluetooth необходимо сделать следующее. В первую очередь нужно включить Bluetooth на компьютере. Для этого внизу экрана справа в панели задач нажмите на значок уведомлений. В открывшемся окне нажмите вкладку Bluetooth, после чего он включится. Если здесь нет значка Bluetooth, нажмите здесь развернуть. Если по-прежнему его нет, попробуйте открыть пуск, параметры, устройства, Bluetooth и другие устройства, в параметрах. Проверьте, что Bluetooth ключом, а затем нажмите кнопку «Добавление Bluetooth или другого устройства». Далее указываем тип устройства. Далее кликните правой кнопкой мыши по значку Bluetooth на панели задач. В открывшемся окне нажмите на вкладку «Принять файл». Здесь также можно отправить файл на телефон или другое устройство. Откроется окно передачи файлов через Bluetooth. Теперь переходим к смартфону. Откройте галерею или папку с файлами, которые нужно передать. Чтобы передать файл, откройте его и внизу нажмите «Отправить». Выберите Bluetooth из списка. Если он отключен, вы увидите уведомление, что нужно включить. Здесь просто нажмите «Включить». После откроется список выбора устройств Bluetooth. Нужно выбрать наш компьютер из этого списка, просто кликнув по его названию. На компьютере сразу же начнется передача файлов. По умолчанию файлы сохраняются в документах. Если нужно указать другую папку, нажмите здесь «Обзор» и укажите ее. По завершению нажмите кнопку «Готово». Вот и все, файл успешно загружен на компьютер. Как видите, это довольно просто сделать. Если у вас есть Wi-Fi роутер и к нему подключен ваш компьютер и телефон, то вы можете передавать данные по Wi-Fi. Для этого удобнее все установить на телефон в специальное приложение, создающее FTP-сервер. После установки приложения вы сможете работать с памятью телефона, как с обычным FTP-хранилищем. Самым простым и надежным использованием можно отметить приложение Wi-Fi FTP-сервер. Для начала работы вам достаточно будет нажать всего одну кнопку. Приложение бесплатное и скачать его можно с маркета. Сначала проверяем Wi-Fi соединение, подключен ли компьютер и телефон Комной сети. Запускаем приложение и жмем «Запустить». После запуска вы получите URL-адрес, который нужно ввести в браузере или в проводнике компьютера. Также здесь указаны логин и пароль, но они обычно не требуются. В моем случае адрес имеет следующий вид. Ввожу его в проводнике. Обратите внимание, что в адресную строку нужно вводить все, вплоть до точки. Если адрес введен правильно, вы видите все папки телефона на экране ПК. Теперь можете спокойно копировать нужные файлы на компьютер, а также при желании даже удалять их. Где искать файлы, я уже говорил ранее. Следующий способ переноса файлов через интернет. Удобным вариантом для пользования Android-смартфона будет использование сервиса в Google. Это может быть как Google Диск, который подойдет для любых файлов, или Google Фото, предназначенный для фотографий. Для использования этого сервиса у вас должна быть создана учетная запись в Microsoft. Для входа используйте данные вашей учетной записи. На смартфоне должно быть установлено одно из этих приложений. Обычно оно установлено по умолчанию. А на ПК в браузере перейдите по следующей ссылке. Теперь давайте рассмотрим перенос файлов с телефона объемом не превышающим 15 ГБ, так как место здесь ограничено. Если вам нужно передать фото или видео, откройте галерею и отметьте нужные. Затем нажмите передать и выберите из списка диск. После файлы будут загружены в облачное хранилище. Для того, чтобы переместить их себе на компьютер, откройте любой браузер и загрузите страницы Google Диска. Введите логин и пароль. Здесь вы увидите ваши файлы, которые вы загрузили с телефона. Отметьте их и нажмите скачать. Вот и все, теперь ваши файлы загружены на ПК. Если ваш телефон поддерживает microSD карты, то можно перенести файлы на ПК с ее помощью. Для этого вам понадобится картридер и соответствующий переходник. Подключите карту к телефону и скопируйте на нее все данные. А затем с помощью SD адаптера подключите ее к картридеру ноутбука или компьютера и скопируйте все необходимое. Этот процесс работает и в обратном порядке. К сожалению, некоторые современные ноутбуки и компьютеры не имеют встроенного картридера. В таком случае можно приобрести небольшой универсальный адаптер, с помощью которого можно подключить SD карту ПК, перенос файлов с помощью USB флешки. К большинству современных телефонов или планшетов можно подключить обычную USB флешку. Для этого существует специальный переходник с microUSB на обычный USB порт USB OTG адаптер. Вариантов таких адаптеров достаточно много. Есть в виде небольшого переходника, а есть в виде кабеля. Процесс подключения и использование довольно таки прост. Подключите к такому адаптеру флешку, откройте любой проводник на смартфоне. Здесь вы увидите внешний USB накопитель. Это и будет ваша флешка. Далее нужно выполнить те же действия, что и ранее. Найти нужные файлы на смартфоне и скопировать на USB устройство. А затем подключить флешку к компьютеру и скопировать данные на него. Собственно работа с флешкой в проводнике на смартфоне ничем не отличается от работы в Windows. Если вам нужно передать небольшой объем фото или файлов, вы можете воспользоваться даже электронной почтой. Для этого заходим в галерею на андроиде. Выделяем нужные фото и жмем по кнопке поделиться. Далее выбираем вариант отправки электронная почта и жмем кнопку отправить. Если фотографий не очень много и у вас быстрый интернет, то буквально через пару минут вы получите свое сообщение с вложенными фото. Далее их можно скачать к себе на компьютер. А на этом все. Надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.